Жители Камчатки одобряют снятие ограничительных мер в сфере регионального туризма. Теперь экскурсии и туры можно организовывать на открытом воздухе. Возобновили свою работу и гостиницы. Там уже размещают гостей из других регионов России. В большинстве своем камчатцы с энтузиазмом встретили послабление в режиме. Многие из них планировали поездки в другие регионы страны. Но из-за ситуации с коронавирусом приняли решение остаться и отдыхать на полуострове. Находимся в отпуске на самом деле. Но из-за обстановки в стране мы никуда не прилетели. Поэтому по Камчатке пока отдыхаем. Планируем съездить. На сплав у нас есть запланированное поселок Эсса. Ну и здесь по Камчатке. Потому что здесь тоже у нас много направлений, где можно отдыхать. А мы этим мало пользуемся в основном. Ездим на материк, там отдыхаем. А теперь здесь будем развивать. Не развивать, а вернее где-то что-то новое для себя. Узнаем, познаем. Сюда, чтобы прилетали люди, путешествовали, чтобы здесь поднималась Камчатка. Именно, конечно, надо же открывать ее. За это и деньги будут, и все такое-то будет. И строится Камчатка, и подниматься. Экономика наша будет подниматься на этой Камчатке. Правильно? А если закрытая будет, экономика падает у нас. Из-за того, что нет путешественников, туристов. Побольше туристов, и побольше у нас будет экономика. Так как у нас большинство торговых центров сейчас работают, в принципе, поэтому я не думаю, что что-то в этом такого плохого есть. Тем более, будут люди находиться на свежем воздухе. И я так предполагаю, что те люди, которые будут заниматься туризмом, соответственно, они же будут предоставлять возможность взять какие-то тесты. То есть это будут проверенные туристы, которые путешествуют по Камчатке. Я считаю, что это хорошая идея. И если наш Камчатский край уже готов к путешествиям, то я думаю, что это хорошая идея. И если даже, например, можно устроить такие... Если кто-то боится участвовать в таких мероприятиях, можно устроить закрытые, как бы сказать, закрытые... Ну, как закрытые группы, да, которые будут уже проверенные, уже будут конкретно... Вот они приехали отдыхать, они уже не болеют, все хорошо, и могут, в принципе, посещать такие мероприятия. Народу же надо жить в полном смысле этого слова. То есть это поможет и бизнесу? Конечно, и туристическому бизнесу, да. И человечкам насыщаться жизнью так, как оно должно быть. Напомним, что в рамках заседания регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, которая состоялась 29 июня, было принято решение о частичном снятии ограничений для жителей края. Решения, касающиеся организации спортивных тренировочных мероприятий, межмуниципального авиасообщения и внутреннего туризма, закреплены в постановлении губернатора Камчатского края от 30 июня.